Рассмотрим функциональность заполнения бюджетов 1С управления холдингом с использованием программного обеспечения Microsoft Excel. Для того, чтобы воспользоваться данной функциональностью, необходимо сделать дополнительные настройки на стороне сервера 1С и на стороне клиента. Подробно данные настройки описаны в документации 1С управления холдингом на сайте 1С и ТС. Так как клиент Microsoft Excel имеет возможность подключения к базе 1С через интернет и через комп соединения, в зависимости от выбранного соединения необходимо произвести следующую установку программного обеспечения. Первое – это установить веб-сервер с соответствующей публикацией сервиса Excel или установить соответствующие DLL для комп соединения. На стороне пользователя необходимо установить программное обеспечение в соответствии с списком и установить расширение Microsoft Excel, которое идет в комплекте с поставкой 1С управления холдингом. После того, как будет установлено программное обеспечение, при запуске Microsoft Excel появится вкладка 1С управления холдингом. Для настройки соединения с базой 1С необходимо нажать на кнопочку настройки и выбрать способ соединения и ввести адрес веб-сервиса. Также необходимо ввести логин и пароль. Хочется отметить в данном случае, что логин и пароль не должны содержать символы в кириллице. После нажатия кнопочки на «Проверить соединение» появляется в соответствии с записью, если было все сделано правильно. Для того, чтобы начать работать с функциональностью, на стороне 1С управления холдингом необходимо проверить, открыт ли период заполнения бюджетов. Для этого переходим на матрицу отчетных периодов и видим, что в данный момент у нас открыт период января 2021 года. Также хочу отметить, что данная функциональность работает только с однопериодными бюджетами, с однопериодными бланками. Вновь был создан бюджет, вид бюджета БДР, заполненный из статей доходов и расходов. И введен экземпляр бюджета, заполненный тестовыми данными. Посмотрим теперь, как этот экземпляр бюджета будет выглядеть в Microsoft Excel. Нажимая на кнопочку «Экземпляр отчета» появляется форма, в которой необходимо выбрать соответствующие параметры экземпляра отчета. При нажатии на стрелочке вниз выпадает список, из которого необходимо выбрать те или иные параметры. Хочется отметить, что данный выпадающий список заполняется при нажатии на кнопочку «Заполнить из 1С». То есть, рекомендуется после каждого открытия Microsoft Excel нажать на кнопочку «Заполнить из 1С», для того, чтобы обновить справочники. Когда справочники обновляться, появится соответствующая запись, что справочники были обновлены. И после этого мы нажимаем на кнопочку «Экземпляр отчета» и выбираем соответствующие параметры. В частности, сценарий, период, организацию, ну и соответственно, вид бюджета. И нажимаем на кнопочку «Улучшать редактирование». Откроется главная страница бюджета. Так как есть статьи, которые не содержат аналитики, есть статьи, которые содержат аналитики, они заполняются немножко по-разному. В частности, если статья не имеет аналитики, мы сразу же на главной странице можем ввести соответствующие данные. Если же статья имеет аналитику, то при нажатии на «Ввод показателя» мы переходим на соответствующую вкладку Microsoft Excel, где уже можем ввести строки с соответствующими аналитиками. То есть, необходимо нажать на кнопочку «Добавить», например, в строку «Раскрытие». Здесь из выпадающих списков надо выбрать соответствующие данные. Для примера я выбирать не буду, они выбираются здесь соответствующие. Для наглядности введем одни пятерочки. Также можем еще добавить одну строку. После ввода строк, при переходе на главную страницу, мы уже увидим суммирующую строчку по данной статье. Нажав на нее, мы, соответственно, опять перейдем на ту вкладочку Microsoft Excel. После того, как данные были изменены или введены, необходимо нажать на бабочку «Записать измененные данные». После появления соответствующей аналитики о том, что было сохранено успешно, данная форма закрывается, мы переходим в 1С и посмотрим, что у нас произошло. Мы видим, что данные были успешно внесены соответствующие. Если посмотреть по записям в регистре, тоже увидим, что даты всегда действительно не внесены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok